театр начинается с вешалки а любая квартира или дом с прихожей вот сегодня я хочу поговорить на эту тему и рассказать вам о том какой должна быть прихожей пойдемте я вам покажу итак прихожая какой она должна быть я считаю что прихожая должна быть просторной и нарядной ведь это лицо нашего дома как говорил кто-то из культурных деятелей а именно с мактуновский если я не ошибаюсь театр начинается с вешалки а вот квартиры начинается с прихожей театр начинается с вешалки это выражение относится к тем кто первыми встречает зрителей пришедших театр появлению этого афоризма скорее всего мы обязаны константину сергеевичу станиславскому хотя именно эта фраза нигде в его письмах или трудах не встречается похожую мысль он писал в обращении цеху гардеробщиков мхат и вот перед нами пример прихожей какая должна быть у вас она просторная она красивая и нарядная как это достигается ребята в прихожей не должно быть никаких шкафов по возможности не должно быть никаких быстрых гардеробов как это любят делать в большинстве квартир потому что считают прихожей просто какой-то быстрый проходной зоной а возможно даже каким-то складом одежды ребят мы просто сравните вот как выглядит это прихожая и как другая в которой полным-полно навешано всего на стены что вызывает такой знаете визуальный мусор что нужно сделать для того чтобы прихожая получилась такой просторной и нарядной нужно предусмотреть гардероб здесь у нас есть гардеробная комната и она спрятана вот за этой дверью посмотрите она оформлена зеркалом соответственно скрывается дверь невидимка это дверь invisible так называемые и вот как раз таки за ней скрывается гардероб то есть мы открываем дверь заходим и там уже собственно говоря шкафы и полки для всей одежды что это нам дает это нам дает возможность сделать прихожую красивой большой просторный но вот смотрите предположим я пришел зашли гости и собственно говоря мы все с комфортом здесь переоделись это первое то есть она удобная а второе она просто нарядная то есть мы заходим с удовольствием нам нравится сюда приходить мы приходим к себе домой они в склад правда ведь а когда у нас висит одежда валяется обувь ощущение такое что мы попали на склад одежды и нам хочется быстрее через все это продраться и быстрее уже бежать так сказать в какую-то другую комнату нет мы здесь задержимся мы здесь по рассматриваем это пространство мы представим что нас ждет впереди и прихожая в этом смысле такой некий мостик мостик между миром общественным и миром частным в нашем случае на эту стену и на дверь наклеено зеркало посмотрите то есть двери вот этой вот системы так называемые скрытые двери они позволяют красить наносить какой-то материал наклеивать зеркала вот здесь вот это и сделано и здесь я хочу обратить ваше внимание на то что вот по этой же двери по скрытой то есть мы наклеили молдинги чтобы она максимально сливалась со стеной один молдинг 2 и здесь должен идти плинтус но мы не стали его наклеивать потому что вот в этом месте когда открывается дверь выступающий плинтус будет упираться выступающий плинтус и здесь встает проблема клеить плинтус или не клеить наклеим он упрется не наклеим вроде будет не видно но для того чтобы особо это не бросалось в глаза пусть это все в едином цвете выполнено и собственно особо мы этого не замечаем хотя в идеале конечно же сюда установить плинтус но для этого пришлось бы срезать вот эту часть 45 градусов и вот эту часть 45 градусов ну то есть вот такой развернутый угол получился бы в прихожей не только мы приходим домой и соответственно должны соответствующим настроением домой попадать но сюда приходят и гости они сразу же могут оценить кому они вообще пришли оценить это пространство также сюда приходят ну например какие-то посыль разносчики например не знаю пиццы да то есть и собственно должно быть какое-то пространство где они задержатся ну собственно дальше-то и проходить то и незачем очень важная вещь в прихожей это выключатели розетки и домофон особенно когда у нас интерьер с молдингами посмотрите пожалуйста как этот выключатель внедрен в композицию из молдингов он расположен таким образом что находится прямо посередине между молдингами и прямо по по середине да видите то есть по оси по горизонтали по вертикали и точно также располагается домофон это тоже очень важно нужно с одной стороны сделать его не броски чтобы он излишнее внимание к себе не привлекал но опять же это нужная абсолютно вещь поэтому она конечно должна находиться здесь вот она на одной оси с выключателем и повторюсь очень важно отцентровать ее таким образом чтобы это все было аккуратно а не куда-то там смещено где-то там гуляла вправо-влево представляете какой уровень разметки то есть здесь замороченности когда стояли вымеряли все тут лазерным уровнем карандашами все это мерили то есть только так можно добиться вот такой четкости но это стоит того это дает аккуратность это дает внешний вид в общем то даже несмотря на то что выключатель например сливается с со стеной здесь еще одна крутая штука которую мы применяем в наших интерьерах это скрытый дверной упор вот видите он практически заподлицо с полом и это очень удобно мы в него не будем запинаться ногами то есть знаете когда вот эти выступающие штыри торчат то есть можно палец себе бить на самом деле вот когда идешь бабац по него пальцем это во первых во вторых вокруг него может скапливаться пыль там вихрени его пылесосом неудобно обходить потому что просто в него упирается а здесь сделано заподлицо и когда мы открываем дверь вот это вот ответная часть магнитная притягивается внутрь двери раз и все обратно открываем он вниз падает и опять мы ничего не видим вот такие штуки очень классные используйте в интерьерах они удобны и эстетичны вообще эта квартира которая у нас с кодовым названием французский буржуа и здесь вот эти элементы этой буржуазности присутствуют ну то есть вы видите молдинги на стенах этот но такой реверанс в пользу классических интерьеров также здесь есть елочка на полу раскладка паркета елочкой классическая французская раскладка этот такой отсыл к французским апартаментам к парижским апартаментам где белые стены с лепниной где паркет елочкой ну и вот все прочие такие дела но так как у нас эта квартира для современного человека то и здесь мы видим современную мебель например виде этой стеклянной консоли виде вот такого пуфика и еще у нас здесь такая интересная фишка это вставка из керамогранита в стену он как бы прямо внедрён сквозь всю лепнину и проступает сквозь нее ну такое ощущение что лепнина отпала или и содрали и там какой-то там древний камень проявился но и здесь он тоже не просто так выбран вы видите что он глянцевый и эта глянцевость дает нам дополнительный дополнительную глубину то есть это помогает как бы расширить пространство то есть немного мы там отражаемся и как бы уходим уже туда в темноту в тень и это придает определенной такой знаете загадочности вот но также такие приемы с каменными стенами полами любят испанцы например они везде лепят керамогранит но во-первых у них жарко поэтому они любят такие прохладные материалы покажу вам как мы стыкуем материалы это керамогранит а это просто окрашенная стена на которой наклеены молдинги здесь вы видите что эти два материала в одном уровне находятся на профессиональном сленге заподлицо это называется каким образом это достигается дело в том что вот этот керамогранит сначала наклеивается на стену он имеет толщину 12 миллиметров и по идее вот здесь должен быть перепад ну понимаете да когда наклеена плитка она выступает то есть от основания то есть вот здесь перепад 12 миллиметров но когда мы наклеили этот керамогранит соответственно мы вот эту часть стены зашпатлевали то есть заштукатурились так чтобы вывести ее в ноль то же самое делается на полу чтобы у нас плинтус прошел по одной линии обращайте на это внимание и ваш интерьер всегда будет аккуратным красивым и что называется комар носа не подточит не оставляйте прихожей маленького размера не захламлять ее одеждой и тогда вы совершенно другие ощущения будете получать от вашего пространства жилого вот такие советы и лайфхаки от меня от Ивана Безрухова поэтому если понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик да прибудет с вами муза а